Я представляю Виктору Михайловича Решенникова, доктор психологической наук, Виктор Восточно-Нагазинской Дискутки психоанализа. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну что, начнем с рекламной паузы, будем пить воду. Я сегодня снова обращусь к своей теории биологического интерфейса или теории нематериальной природы психики. Я думаю, что кто-то из вас уже с этой теорией знаком. Я неоднократно ее представлял на различных конференциях. Но сегодня я сделаю это немножко в другом ракурсе, с постепенным переходом к новой теории, которого, я уж позволю себе нескромность, мои коллеги в своих отзывах обозначили как открытие. В принципе, это открытие уже давно лежало на поверхности. И даже удивительно, что никто так и не сделал еще один шаг, чтобы объединить переосмысление идей наших предшественников, свой клинический опыт, достижения современной академической науки, подхода к информации в частности, и психологические и психоаналитические исследования в области детского развития и изучения детей, которые оказались в сообществе животных и смогли там выжить. Это с одной стороны. А с другой стороны, эти идеи нужно было объединить с критическими подходами современной психологии, физиологии, психиатрии и психотерапии, которые, как, в общем-то, признает большинство коллег, переживают системный кризис. Этот кризис связан, в первую очередь, с неопределенностью предмета, с которым мы работаем, психикой. Я начну с истории проблемы. Проблема материи и сознания в более узком прикладном плане взаимоотношений и взаимосвязи головного мозга и психики на протяжении уже двух тысячелетий является одной из основных, наиболее загадочных и, в целом, нерешенных. Я не буду здесь опубликовать идеи выдающихся философов, а ограничусь только прикладными медико-психологическими аспектами этой проблемы. Еще до Гиппократа была сформулирована не вызывающей возражений идея о том, что все психические явления тесно связаны с работой мозга. Но затем Гиппократ модифицирует эту идею и на все последующие века, вплоть до нашего времени, постулирует, что вместилищем всех психических процессов является головной мозг. Я далее постараюсь показать, что различия двух формулировок связаны с мозгом или вместилищем является мозг, является принципиальным. Тем не менее, мы должны признать, что на протяжении двух тысячелетий эта гипотеза Гиппократа остается основной и главенствующей как в физиологии, так в психологии и в психиатрии и даже в психотерапии. Я бы сказал, за исключением психоанализа, где благодаря Фрейду мы психику рассматриваем как эпифеномен. Я напомню также, что после неудачной попытки разработки проекта научной психологии в 1895 году, а если быть точнее, после попытки объяснения всех психологических явлений на основе физиологических процессов реакции, Фрейд не только навсегда оставляет эту идею, но и категорически возражает против публикации этой, как он считал, оглупленной и никому не нужной работы. Констатируя, что ему так и не удалось найти каких-то физиологических основ психики, Фрейд постулирует, что далее во всех своих исследованиях и разработках он будет действовать так, как будто перед ним есть только психическое. И мы так и работаем. Психика. Не рассматривая ее как телесный феномен, но зная о том, что при психосоматической патологии происходят некоторые другие реакции. Однако Фрейд был далеко не первым на этом тупиковом направлении в поиске материальных субстратов и основ психики. Но, по сути, он был единственным, кто сразу осознал бесперспективность этого пути. В 16 веке разработки Гиппократа нашли серьезнейшее подтверждение в идее рефлекса Рурина Декарта, который писал, что я сейчас натомирую голову разных животных, чтобы объяснить, в чем состоит память, внимание, мышление и так далее. Я пропущу несколько менее известных имен Средневековья и перейду поближе к современности, хотя там было ничуть не меньше интересных идей о духе, о душе, но они были сильно религиозно разбавлены, и поэтому там было очень сложно отделить зерна от плеев. А ближе к современности в 1863 году Иван Михайлович Сеченов подготовил статью, она называлась так исходно, «Попытка внести физиологические основы в психические процессы». Мы вообще эту статью когда-то изучали, я не знаю, все ли ее читали, но изучали. Он предложил публиковать ее в популярном литературном журнале «Современник», который издавал поэт Некрасов. Но цензура запретила публиковать эту статью, так как она показалась не серьезной, а кроме того еще и оскорбляющей чувства верующих. И тогда он предложил ее другому журналу, и неожиданно для Сеченова эта статья вышла не где-нибудь, а в солидном медицинском вестнике, и уже под другим всем известным названием «Рефлексы головного мозга». Я думаю, что если бы не мода на материализм, эта статья абсолютно оглупленного умозрительного содержания вообще никогда бы никем не была опубликована. Я советую коллегам перечитать эту работу, критически перечитать, обратить внимание, как автор обосновывает и как он доказывает свои идеи. Я не буду этого повторять всего. Я приведу только одно примечание, которое Сеченов делает в самом конце своей статьи. Цитирую. «Наконец, я должен признаться, что строил эти гипотезы, не будучи вообще знакомым с психологической литературой». Это работали главосновы всей современной психологии. Нельзя не упомянуть следующего автора. Исторически следующей попыткой создания физиологической психологии это попытка Вильгельма Бунта, который в 1874 году опубликовал трехтомник «Основы физиологической психологии». В этой системной работе, шикарной работе, умнейшей работе, основываясь на достижениях физиологии органов чувств, ВОН предлагает стратегическую программу развития психологии и выделяет два ее направления – физиологическую психологию и культурно-историческую психологию. Я здесь должен пояснить, что физиологический во время Бунта обозначал экспериментальный. И физический, и физиологический были экспериментальны. И фактически вся современная психология развивается по пути предложенному Бунту как экспериментальная психология. А вот то, что он называл культурно-исторической психологией, и где он рекомендовал изучать внутренние психические процессы, вылилось всего навсего в социальную психологию, которая изучает преимущественно большие группы людей и отношения между этими людьми. Я бы сказал, отсекая огромный пласт всего, что есть в современной психологии. В то же время в честь Бунта он сказал, что, по его мнению, высшие психические функции – память, внимание, мышление, чувства – недоступны экспериментальному изучению. Это, в общем-то, пока просправедливо. И поэтому их не нужно изучать. Он изучал преимущественно сенсомоторные реакции. Зрительные моторные, тактильно моторные и так далее, звуковые моторные и так далее. Я еще раз повторю, что, по сути, вся современная психология – это наследие Бунта. И напомню вам, что все, что касается интроспекции, самонаблюдения на протяжении длительного периода психологии, за исключением психоанализа, считалось сложным научным направлением, ненаучным направлением и, в общем-то, отвергалось исходно. И очень много на этом пути было потеряно. Ну, по следующим сенсомоторным реакциям добавилось изучение психических процессов, памяти, внимания, мышления с помощью тестов. Я думаю, что нам настолько в свое время дал боли в голову, что это ведь очень важные психологические исследования, что мы даже почему-то не задумались, что никакими психическими процессами то, что мы исследуем, не является. Мы исследуем внешнюю работу интеллекта, который делает что-то на бумажке. Никакого отношения к тому, что происходит в психике, не имеющим. Я когда говорю об этом, я сравниваю эту работу и попытку исследований на основании этой работы, попытаться, наблюдая, как человек копает лопатой, описывать, какие биохимические реакции происходят в спинном мозге, в желудке, в кишечнике, в крови и так далее. Вот то, что мы делаем, называем психическими процессами. Абсолютно ложное понятие, не имеющее под собой никакой основы. Далее у нас по графику идет наш выдающийся соотечественник и первый из шести за всю историю России лауреата Нобелевской премии Иван Петрович Павлов. Он прочитал рефлексы головного мозга, еще обучаясь в Рязанской духовной семинарии. И, как он вспоминал потом, эта работа на все последующие годы определила его жизнь. Считается, что он сразу поступил на медицинский факультет, это неправда. Павлов был из духовного сословия, а таких не принимали на медицинский факультет, и поэтому он был вынужден поступить вначале на физический, а потом уже перевестись на медицинский. Вернее, на юридический, а потом перевестись на физический, в рамках которого был и медицинский. Павлов, безусловно, гениальный ученый и исследователь, автор теории условных рефлексов, сомнительных представлений о высшей нервной деятельности и очень важной идеей второй сигнальной системы. Я не буду вдаваться подробно теорию Павлова, но напомню вам, что все его исследования, за которые он стал Нобелевским лауреатом, касались изучения высшей нервной деятельности и слюнной железы у собак. Больше ничего он не изучал. Однако позднее научение о рефлексах было некритически перенесено на всю психику, хотя этим переносом мы отчасти обязаны не самому Павлову, а его последователям. В начальный период Павлов категорически запрещал в своей лаборатории даже упоминать такие слова «собака подумала», «собака почувствовала», это было категорически запрещено. А когда начали говорить, что условные рефлексы и рефлексы вообще объясняют всю психическую деятельность, Павлов поменял свое мнение и начал говорить, что, возможно, рефлексы отождествляются, сливаются психическое и физиологическое. Но в честь Павлова, опять же, если вы возьмете его трехтомник, есть еще пятитомник, из более 350 работ там всего пять работ, имеющих отношение к психологии. И самые важные слова, он говорит, последний из этих работ. Он говорит, что я, конечно, остаюсь физиологом. Я уже слишком стар, чтобы сделаться психологом. И я оставляю это знание на, как сказать, удел для психологов, изучать психологию. Хотя было очень много желаний принести. А вот заслуга насильственного переноса теории Павлова на все существующие науки принадлежит Павловской сессии Академии наук. Это было ужасное событие, о котором, к сожалению, современное поколение молодых людей не знает. А я просто в свое время увлекся этим вопросом и поднял все протоколы этого заседания, которые опубликованы были в том же году. Это настолько отвратительное зрелище, потому что, в общем-то, в основе этой сессии была борьба за должности и борьба между научными школами. Самым ненавистным человеком там был академик Арбели, который в тот период был уже героем социалистического труда, начальником института мозга имени Павлова, заведующим кафедрой физиологии в институте Лезговта, заведующей лабораторией в другом институте Сеченовском и так далее, и так далее. Вице-президент Академии наук, полный академик, но он имел смелость покритиковать нашего выдающегося селекционера и Мичурина, и второго, я уже даже забыл его фамилию, он опомнил. Лысенко. Это ему вышло боком. Он приехал на эту сессию, он вдруг увидел, что один за другим встают академики и поливают его грязью. А он основатель всей физиологии подводного плавания, множества направлений в физиологических науках. И на первом заседании он еще пытается шутить. Он говорит, я, конечно, очень виноват, что в своих физиологических исследованиях я мало руководствовался постановлениями партии. А вот на третьем заседании он уже бьет себя в грудь, признает свою вину и обязуется развивать теорию Павлова и внедрять ее везде. Теория Павлова вообще начала подвергаться критике еще при его жизни. Я приведу одну из цитат, которые были опубликованы при жизни Павлова. Учение об условных рефлексах – это, безусловно, материалистическое учение и прекрасное оружие для борьбы с идеализмом. Однако в пылу увлечения этим высокополезным принципам были наделаны серьезные ошибки. Дело дошло до попыток ввести принципы воспитания ребенка из фактов, добытых при изучении слюной железы у собаки. На этой сеть очень много говорится о том, что психиатры, психологи и даже некоторые физиологи демонстрируют пренебрежительное отношение к теории Павлова, именуя ее словесной шелухой и глупостью. И тем самым наносится огромная механистическая опасность для всей советской науки и советской психиатрии. Мы сейчас уже не можем представить, каким страхом было проникнуто то время, и как опасно было что-то говорить против. Но мы все знаем имя выдающегося российского психолога Сергея Леонид Штейна, и он тоже участвует в этой сессии. Его книги до сих пор переиздаются, и мы изучаем его основу психолога с удовольствием. Он выходит на трибуны с сетюмом Игоревичем. Я должен прежде всего полным голосом заявить о том, что задача органического освоения и обучения Павлова, задача построения такой системы психологии, естественно, научной основы, которая не декларативна, а по существу составляла бы Павловское учение, советскими психологами еще не решена. Полное вранье, конечно, но у него есть семья, ему хочется выжить, и он вынужден действовать именно так. И после этого выходит постановление Академии медицинских наук, совместно с Академией наук, где предписано всем вузам, всем научным учреждениям вести непримиримую борьбу против идеалистически настроенных физиологов и психологов, а также психиатров и невропатологов, и в кратчайшие сроки внедрить учение Павлова в практику медицины, педагогики, психологии, физического воспитания и животноводства. Последнее меня убедило особенно. Все в одном ряду. И вот так у нас появилась Павловская психология. И мы до сих пор преподаем студентам ВНД рефлексы, нервные центры, которые никакого отношения к психике, собственно, не имеют. Что происходит в дальнейшем? Я напомню некоторые ключевые моменты формирования современных научных представлений. На стыке психологии и физиологии, благодаря Павлову и Сечену, опять же, сформировались три новые области знаний. Физиология высшей нервной деятельности, психофизиология и нейрофизиология. Нужно отметить, что эти три сферы знания и в нашей стране, и за рубежом существующие. После почти вековых попыток объяснения всей психической деятельности на основе реакции сеченовского возбуждения, торможения, глупения, ничего придумать нельзя, рефлекторной деятельности, электрической активности мозга, биохимических реакций, ограничили область своих интересов, чем единичных авторов. Только изучением мозговых структур, на основе которых реализуется психическая деятельность. Я повторю, если совсем недавно говорили структуры психики, то теперь физиологи даже говорят, это структуры, на основе которых реализуется психическая деятельность. А это большая разница. Однако в психиатрии и психофармакологии, и частично у врачей-психопатологов и психотерапевтов, все подходы психопатологии по-прежнему базируются на ортодоксальной теории, ВНД и прочих теориях, которые по-прежнему идентифицируют психику и мозговые механизмы. И когда человек страдает психическим расстройством, ему начинают лечить мозг. До этого они апеллируют к строению нервной системы, анатомическому, локализацию функций коре головного мозга, проводящим путям биохимическим реакциям синаптической щели и так далее. И на это были свои исторические, методологические, и как можно только что, понятно, могли увидеть идеологические путешествия. Начиная с середины XIX века, в соответствии с духом времени и сверхпопулярными идеями примитивного материализма, все эти выдающиеся авторы, а, безусловно, и Сечин, и Павлов, выдающиеся авторы, и их последователи, всех объединяет одна и та же идея. Найти материальные основы психической идеи. Позднее появились теории нанотехнологий в шисти, волновые теории психики, полевые теории психики, какие-то другие не появились. Нужно ей что-то, что можно пощупать, вот она психика. А это оказалось сложным путем. Самое-то главное, что многие врачи даже сейчас восклицают, вот, о чудо, искали-искали ее в извилинах мозгов, в желудочках мозгов, в подкорковых образованиях, и, наконец, нашли, где синаптическое щель, на которое настроена вся психофармакология. Идет обмен серотонина, нейромедиаторов других и так далее. И все лечение бьет в эту точку, это мишень современной психофармакологии. Я напомню вам, что главенствующий в тот или иной период теории психики, тут же определяли методы терапии. Анатомический подход к структурам психики стимулировал идею лоботомии. Десятки тысяч было сделано. Как это лечение проводилось, но я так слегка напомню, потому что оно малоприятное. Брали обыкновенный пинцет, отодвигали глаза, засовывали его в глаз, ломая глазную косточку немножко, и так вот поковыряют в передних лобных извилинах. И так все лечение закончено. Это делалось публично, даже без всяких халатов, анестезии, без ничего. Мозг, как известно, не имеет чувствительных волокон, и никакой боли человек не чувствует при этом. Затем появилась более шикарная операция. Решили, что нарушается баланс между левым и правым полушарием. Началось рассечение мозолистого тела. Десятки тысяч операций. В институте мозга, в институте Бехтерева. Никакого эффекта все равно. Но делали. Затем какой-то идиот, итальянец, насколько я знаю, хорошо, что все к итальянцам, увидев, что свинья, которая бьет электрическим током, падает и бьется в судорогах, а в то время была также такая теория, что мозг вне психика отличает моноответом, и вообще весь организм отвечает моноответом. Считалось, что если у человека сифилис, у него не будет туберкулеза, а если туберкулеза, не будет сифилиса. И так далее. Считалось, если есть шизофрения, не будет эпилепсии. А если будет эпилепсия, не будет шизофрения. И он тогда решил, если ему больного шизофрения, ударом электрического тока вызван эпилепсию, он вылечится. И появляется электросудорожная терапия, которая применяется до сих пор. Я мог бы показать фильм, как это красиво все выглядит. Не дай вам Бог увидеть. Ну и новейшая теория. Биохимические стимулировали создание целой новой отрасли медицины, так называемой психофармакологии. Она становится все более, как бы сказать, тонкой, все более дорогой. Я вам по секрету скажу, что среди ста предприятий предприятий Российской Федерации современной, оборот капитала которых приближается к одному триллиону, 22 фирмы фармакологические. Это вообще после нефти и наркотиков самая доходная область. Если вам приходилось скрупулезно читать инструкции к этим препаратам, то вы там наверняка находили до 20-40% плацебоэффекта. Препараты, которые применяют для лечения депрессии, галлюцинации, бреда, побочные эффекты. Депрессия, галлюцинация, бред. Открыть любой препарат и применять, и ни один пациент не выздоравливает. А на рекламу тратится до 15-20% от того, что зарабатывают эти фирмы. И еще совсем недавно мы скажем, приезжают на Мылай-Лили, фильма, приглашают человек 600 врачей и никуда-нибудь. Снята вся гостиница Астория, завтраки, обеды, ужины, торжественные приемы и с утра до вечера прозак, 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 прозак. В Штатах просыпается к утрам, у тебя плохое настроение, прозак. Поссорился с женой, прозак. Несердиста детей, прозак. Вот так вот прессовали, прессовали и 40% американцев до сих пор пьют эту гадость. Одним из первых об Анри Лабари забытое имя считается гением медицины во Франции. Человек, который первым изобрел транспилизаторы. В конце своей жизни Анри Лабари говорит, ну да, я должен признать, что мы изобрели всего-навсего химическую смирительную рубашку. Все фармакологические препараты это производные двух-трех химических веществ. То их где-то пор добавили, то хлор добавили, то железо добавили. Испытали, о, это лучше всего при такой-то депрессии, а это при такой-то депрессии. Пейте полгода или год не подойдет поменяем препарат. Это официальная доктрина. И врачи доказывают пациентам, что вообще вот все это, это примерно так же, как при диабете. Вот им нужен инсулин постоянно, а вам нужен прозок постоянно. Или ингибитор обратного захвата серотонина. А теперь в публикациях запрещено ссылаться на то, что я вам сейчас скажу. что вот по сведениям таким-то, который я имею от такого-то, очаровательнейший человек, с которым я был близко, знаком, он недавно умер. Заведовал лабораторию психофармакологии в институте Бехтерева. Доктор-наук-профессор Изяслав Петрович Лапин. Изяслав Петрович Лапин незадолго до смерти в 90-м году, когда мы с ним сидели за, скажем так, кружкой чая, говорит, Миша, я тебе признаюсь, я ведь так от балды ляпнул, что при депрессии меняется уровень серотонина, скорее всего. А потом еще эта ляпа публиковала статья и не где-нибудь о Ланцете. Меня тут же пригласили в Штаты и началась серьезная проблема производства огромного количества препаратов с названием ингибиторы обратного захвата серотонина. вот так мой ляп повлиял на историю. Он никогда это не публиковал и не будет публиковать, и я это публиковать не буду. Я относился к нему с уважением. Увы, многие ляпы приводят к таким последствиям, особенно авторитетные. я тогда вкратце совсем, что в 2008 году я предложил другую теорию психики. В частности, теория основана на том, что мозг это простый биологический интерфейс, связывающий звено между идеальным и реальным. Это как вот, если, чтобы говорить попроще, как компьютер. Ну, это вехтере, я пропущу. В компьютере есть железо и в компьютере есть программное обеспечение. Вот железо это мозг, а программное обеспечение это психика. И сколько вы компьютер не разбираете на части, никакого программного обеспечения вы там не найдете, его там нет. Но оно там есть. В чем суть проблемы? суть проблемы в том, что мы, которого, на это академическая наука, совершенно не знали, не думали, и я не знал. А вот когда узнал, сразу понял, в чем загвоздка. Академическая наука совершенно четко установила, есть материя, есть энергия и есть информация. Информация это не материальный субстрат. Ее не существует. информация появляется только при наличии субъекта восприятия. Когда я есть и смотрю в эту аудиторию, она существует. Когда я не смотрю в нее, она не существует. Если я знаю, что есть буквы на русском языке, эта информация есть. Если эти буквы будут на арабском, этой информации нет. Когда коллеги вот мне говорят, ну а как же так, как же так, разбирай свой компьютер на винтике, на части, на дитом информации. Невозможно. При этом только живые существа и в высшей степени человек могут являться одновременно и субъектами восприятия, и производителями, и верификаторами информации. Причем сама информация никакого оттенка эмоционального и прочего не несет. Эти оттенки появляются только у воспринимающего информацию. Я вам напомню, 11 сентября рыдает народ в Америке, танцует народ в Ливии. Информацию приобретает оттенок только у субъекта восприятия. Сама по себе никаких оттенков не несет. Это вот академическая наука. Само по себе наличие информации на каком-либо носителе вне субъекта и при отсутствии субъекта не существует. То же самое касается нашего мозга. Следующее. В науке утвердилось такое огромное заблуждение, которое проецируется на всю повседневную, на обыденную жизнь. Мы даже сами говорим эту фразу, у кого-то не все в порядке с нервами. А нервы это просто проводники и никакого отношения к психике не имеют. В рефлексе психики ничуть не больше, чем лампочки, снабженные сенсором, которая загорается, когда идет движущийся объект. Рефлекс ни в коей мере не психика. Мы говорим, мне пришло в голову, но в голову ничего не приходит, приходит на ум. Ах, я вспомнил, вспоминается в памяти, а не вот здесь. Я пропущу некоторые разделы, может, я потом публикую и сообщим вам. исходя из этого, мы должны четко выделить два типа психопатологий разных. Пропускаю психосоматику, а вообще психосоматика это был первый и самый мощный удар по дурацким представлениям о том, что психика производное тело. Исходная идея психосоматики, психика влияет на тело. и самое это главное, что мозг для психики это такая же сумма, как печень, телезенка и все прочее. Более важная, но тем не менее сумма. Два типа психосоматики. Психосоматик, который возникает из-за мозговых нарушений, поломался компьютер. И психосоматик, когда тебе юноша сказал, ты толстая корова, девушка перестает есть. Это когда одна психика, нормально функционирующая, повреждается другой информацией. Точно так же, как в компьютер залетел вирус. Вот работала у девушки психика нормально, а тут ей вирус подсунули. И начинается поломка. Но есть еще один нюанс. В компьютер вирус сюда прилетает откуда-то, а человек способен сам производить всякие вирусы. А меня не любят, я некрасивая, я глупая, я не такой, я сякой. И эти вирусы повреждают его психику. И в нашей терапии мы очень много можем позаимствовать у специалистов по антивирусным программам. Ну и последнее. Опыт Чечни. 2005 год. В одной школе заболели девочки, которых заявили, что их травят ненопаралитическим газом. Показали по телевизору тут же в другой школе еще 30 девочек. И мы говорим, болезни, передающиеся информационным путем. Это так же, как я иногда говорю по телефону, спрашиваю, ты куришь? Я говорю, что пахнет из трубки? Вот это примерно так. Пытаться чистить компьютер, который заражен вирусом, промывая его кислотом, щелочью или какими-то фармакологическими веществами, бесполезно. Когда будет завирусованный компьютер, попытайтесь его промыть чем-нибудь, керосином, там, не знаю, хлоркой, устанет он лучше работать или нет, убедитесь сами. Но психофармакология все равно нужна. Когда человек страдает душевно или физически, вначале нужно обезборить. Но не говорить, пей эти таблетки два года, там мы посмотрим. Тем более, что опять же в побочных эффектах написано снижается фертильная функция, потенция, страдает печень, селезенка, почки легкие, гормональные обмены и так далее, и так далее. Феральные дети, дети, которым удалось выжить в сообществе животных. Никаких человеческих психик у них не возникает. Более того, у них не возникает даже прямо хождение. Это навязанные функции. Но одновременно с этим они усваивают язык того животного сообщества, в котором удалось выжить. И тогда мы делаем вывод, что психика ребенка программируется нами с вами, когда он попадает в сообщество людей. Попадает в сообщество животных, она программируется этими животными. Есть прекрасная идея, фраза, вернее, лаканная. Мог бы еще много чего из Фрейда здесь вспомнить. Рождаясь, ребенок погружается в купель языка. И еще интереснее, когда от человека страдает психика, он иногда утрачивает способность говорить на родном языке. Как бы это было в случае Анны Го, которая приступом могла говорить на другом языке, а на родном нет. То есть, это разные системы программирования. Нельзя работать сразу на двух языках. Ну и совсем-совсем последнее. Александр Романович Лурия, я думаю, все психологи книжку эту знают. Но не все делают выводы. Кстати, Лурия 18 лет написал письмо Фрейду и сообщил, что он создал психоаналитический кружок в городе Казани. И Фрейд ему ответил письмом, который начинает с словами «Глубоко уважаемый господин президент». И в кружке было 40 человек. Ну а потом, когда началось гонение, он ушел уже в нервную психологию. В этой книге очень красиво описывает пациента Шерешевского, но специально они делают выводы, что мозг функционирует как самый надежный, не было тогда таких приборов, видеомагнитофон. Он записывает все, что человек видел, слышал, но не все может вспомнить. Это наше счастье. И последнее, самое, другой психономитик Отто Пецл. Делая опыт из-под порога восприятия, предъявляя стимулы ниже слухового порога или зрительного порога, он сказал, что они тоже все усваиваются в обход сознания. Поэтому мозг, фактически говоря, так, видит больше, чем видим мы, слышит больше, чем слышим мы, и это все фиксируется и формирует преднастроечную деятельность, мотивационную сферу и так далее, и так далее. Я обязательно делаю материал, мой блог решетников орг. Кто фотографирует, может фотографировать, читайте. Я стараюсь все материалы давать до такого уровня, чтобы их было почистить. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»